Официантка 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 и свое место в жизни. Критиковать каждый может. Лучше бы посоветовал, чего смог ставить я. Черт, да что тут с советом? Просто начни делать хоть что-нибудь. Принимай какие-нибудь решения. Пусть неправильные, потом исправишь. Хоть с чего-то начни. С чего, например? Вот такая тут ждет готовых ответов. Макс безнадежно закрыл лицо бадонью и тяжело вздохнул. Официантка поставила две дымящиеся чашки на картонные кружочки и унесла меню. Мы сидели и молча пили грин-тренинг, пока на дне не осталось гуще из мелких фруктовых кусочков. Макс взял чашку на вытянутую руку, прищурил глаз и задумчиво рассматривал остатки. Ты что там по кофейной гуще гадаешь? Пошутил я. Да вроде яблок не положили, пробормотал Макс рассеянно и вдруг скинулся. Я понял, что тебе надо! Гадание! Как это? Удивился я. Гадай по книге. По какой? По любой. Выбираешь наугад страницу, случайную фразу и действуешь, как она подсказывает. Может, так у тебя что-нибудь получится? Спасибо, скривился я. Ценный совет настоящего друга. Нет у меня для тебя других советов, Боже! Вздохнуло. Кончились! Он бедно глянул на часы, полез во внутренний карман пиджака, достал, словно, заранее заготовленный конверт и положил передо мной на стол. Отдашь, когда на работу устроишься. Минус гринклейн за мой счет. Он встал. Побегу. Мне еще дочкам книжку читать. Они тебе без книжки не засыпают. А ты им аудиокниги ставить не пробовал, оживился я. Мне тут на день рождения сестра подарила наушники с обстроенным плеером. Поначалу я подумал, зачем мне? Музыку слушать и на телефоне можно, но потом отношу применение. Накачал в память старых записей моей любимой модели для сборки. Знаешь, в долгой дороге всегда приятно послушать завораживающий голос, который рассказывает тебе фантастические истории. Возьми эти наушники, как бы в залог, твоим дочкам. Я полез в сумку, но Макс жестко восстановил меня. Рано им пока аудиокниги, три или пять. Требует, чтобы папа лично читал. Даже не тяна. Ну ладно, привет им всем, сказал я, прячу наушники с некоторым облегчением. И спасибо тебе огромное, ты мне сейчас очень помог. А откуда ты знаешь, удивился Макс? Ты же еще не пробовал по книге гадать. Я про деньги вернул я на конверт. А, да не за что. Вот так и поговорили, но за носом в голове остался. Она судила всю дорогу, пока я ехал в метродомы. Книгу? Какую? У меня же книг дома нет, и все в электронке качают. Может, специальный гадательный дом купить? Я представил себя открывающим по утрам толстенный фолиан с магическими рунами на ложке. Представил, как за жмуре спичу пальцем в шелтоватые от времени страницы и фыркнул. Бред какой-то. На меня совершенно не похоже. Или вряд ли этот странный ритуал принесет какую-то пользу? Или все-таки попробовать? Ну-ка, стоп. Получается, что я и сейчас не могу решить ехать. Опять спорю сам с собой и не знаю, что выбрать. Выходит, Макс, правда? Механический голос объявил мою остановку. Я едва успел выключить из вагона и пересел на группу линию. Привычно порез в сумку за наушниками. И тут меня осенила. Вот же она, книга. А что, если... Ну да, использовать плеер для катания. Выбрать наугад рассказы, отмотать на случайное место и начать слушать. Чем не подсказка? Не знаю, только будет ли из этого какой-то результат. Вряд ли. Странный какой-то способ принимать решение. Или попробовать. У, опять сомнения. Слышал бы, Макс, точно сейчас пропистор не оставляет. Игорь нерешительный, да? А вот увидишь. Прямо с... с завтрашнего дня и начну. С самого утра я подготовился по-взрослому. Положил рядом блокнот, чтобы записывать фразы-подсказки. Достал наушники, включил случайный выбор треков и надел на голову. Нащупал кнопку перемотки и потыкал несколько раз, чтобы выпал самый случайный трек. Знакомый голос произнес. В эфире модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь. Я снова нажал перемотку, но на этот раз не отпускал несколько бесконечно долгих секунд, чтобы переместиться в далекую глубину файла. Послышалась музыка и прозвучал знакомый голос. «У нас есть работа!» — восторженно закричал Арнольд. «Да, — подтвердил Грегор, — но какая? — Мы хотели работу потруднее, — заметил Арнольд. — А если нам повезет, то мы обеспеченные люди!» Я снял наушники и улыбнулся знакомому с детства тексту. Не знал, что модель для сборки начитал ее ему тоже. «Гадательная книга советует начать поиск работы, я констатировал мне удовлетворенно, находясь некоторой долей разочарования. Все-таки ждал более ярких сюрпризов. Никакого двойного толкования нет. И если я думаю правильно, то мне предлагают найти работу в солидной компании с перспективой. А если нам повезет, мы обеспеченные люди, повторю меня. Хорошо, но как искать? Узнать на кафедре нет для хорошей вакансии, развесить объявления в интернете. Обзвонить знакомых? Нет, у них не стоит спрашивать. Хорош, я буду, если позвоню в 10 утра с вопросом, нет, у тебя на приеме успешной, динамично развивающейся фирмы, для меня любимого. Половина моих друзей привальзов, значит, еще спят сладким сном, а просто пошлют, а другая половина как раз сидит на первой пае. И, кстати, и мне, пожалуй, быть, а то опять наберу хвосток к концу сессии. Нам надо все-таки попробовать, раз велели искать работу, будем искать. Вопрос, где искать? Я снова нацепил наушники и труфтарил фокус. Что, я вернусь в сапаре живым? Мы ничего не гарантируем, ответил служащий, кроме динозавров. Он повернулся. Вот мистер Трелес, он будет вашим проводником в прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет не стрелять, значит, не стрелять. Первый момент услышанное поставило меня в тупик. Но в следующий миг я сообразил, что слово сапаре у меня ассоциируется лишь со доименным браузером. Кажется, я его тоже себе устанавливал. Да и слово проводник казалось уж слишком компьютерным. Брэдли это имел в виду, скорее на Брэдбери, но я решительно включил ноутбук. Выходит, кто-то скажет мне, когда и где стрелять. Игра становилась увлекательнее, прямо как мои любимые компьютерные квесты. А вот, кстати, они легки на помине. Сафари услужливо расплохнул страницу игрового портала, который запомнил со времен последнего запуска. Первым делом на экран выкатилось рекламное окно и загородило весь обзор. «Летай по небу, стреляй по фашистам!» гласил дурацкий слоган. «Ненавижу!» Вроде бы солидная игровая корпорация «Формасофт», но давать рекламу своих небесных асов два в всплывающем огне «Кыш формасофт!» Я привычно нашарил мночкой крестик и надпись пропала. Тут я задумался. По правилам ли моей игры было захлопнуть это окошко? Не слишком ли много самодеятельности я проявляю? А вдруг это и был тот загадочный мистер Трэвис, который обещал мне что-то сообщить насчет стрельбы? Я раз за разом обновлял страницу сайта, но логотип небесных асов больше не показывался. В рекламном окошке мелькало что угодно. От горящих туров в Египет до магнитного поплавка в бензобак, который якобы втрое снижал росток бензина своим присутствием. А вот пилота из тоже нажмущего на гашетку в воздушном бою больше не было. Единственное, чему мне удалось добиться, снова появилась реклама от «Формасофт», но совсем другой их игры. В первый раз я с перепугу прощал мистер Трэвис и сердце радостно ёкнуло. Но меня ждало гордое изочарование. Это оказался всего лишь мастер Тетрис. Не дал я эту унывую поделку до исключающих бухгалтеров. Спасибо. Я закрыл это окно и призадумался. Как-то уж очень буквально и настойчиво мне подсовывает этот «Формасофт». Может отправиться на их официальный сайт? Я так и сделал. И сразу же увидел то, что не оставляло никаких сомнений. Это было послание мне. Ответ на все мои вопросы. Наши вакансии. Требуется тестировщик игр. Занятость неполная, оплата сдельная, полный соцпакет. Вау! Вакансия мечты! Тестер! Тестер игрушек! Продолжать сидеть и играть в компьютерные игры все свободное время только за деньги! Ничего себе! Почему мне раньше ничего такого не попадалось? Я кликнул на ссылку, зарегистрировался, вбил электронную почту и мобильник и записался на собеседование. Не прошло и пяти минут, как мне пришло смс. Вам назначено собеседование на сегодня 15-20 ДЦ Москва-Сити офис 2801 этаж 2808 Жизнь приобретала стремительность, за которой я не поспевал. В голове толпились самые разные мысли, но теперь в основном испуганные. Кому я скажусь в офисе известной международной корпорации, которая ведет дела при помощи новниеносных смс? В небоскребе на 28-м этаже. Что я скажу там? Как я успею сочинить резюме за оставшиеся пару часов? Ты в чем в них черт убери пойти? У меня же костюма нет. Точнее есть какой-то со школьных времен с выпускного, да? Он на мне сидит как на корове седло. Таким уголом придешься с порога выставят. Ну а в джинсы же не пойдешь? Или в джинсы все-таки? Может у них там в гейминдустрии как раз и принят спортивный молодежный стиль? Вот черт опять ничего решить не могу. А что посоветует плейер? Вдруг мне повезет путем долгих ассоциаций выжить из очередной бессвязной фразы хоть какой-то намек на одежду? Ну ка? Доктор Феликса Коникера отца атомной бомбы отца троих детей отца льда 9 предполагаемый производитель великанша и карлика был совсем маленького роста из всей коллекции отжеленных окаменелостей мне больше всего понравились та фотография где не дослушав этот поток вреда я испуганно нажал поозу понятия не имею что это было за произведение видимо кто-то из молодых авторов если это был набор советов по одежде то он меня потряс атомная бомба трое детей окаменелости великаны карлики что это могло значить я долго перебирал самые сумасшедшие варианты но как ни бился не смог придумать никакой связи со стилем одежды лишь слово доктор вызвало в памяти белые халаты и круглые зеркала на руку а имя Феликс фуражку кожаный плащ допят и военные фринч с маузером это уже ограничилось галлюцинацией потому что я мог мог подляться чем угодно что в жизни не встречал никаких Феликсов и вообще никогда не слышал чтобы кого-то звали этим речащим иностранным именем которое если верить Википедии куда я на всякий случай заглянул в древнем Риме означало преуспевающий хотя давалось в основном роман это железно возвращало мои мысли к теме описного труда но никак не отвечало на вопрос что надеть для собеседования одинаково не годились ни докторский кроват ни военный плащ игра казавшаяся сперва такой забавной превратилась в полное фуфло я конечно догадывался что рано или поздно плейер сдурится но так хотелось поиграть еще я попытался нащупать обратную перемозку чтобы прослушать фразу снова вдруг я забыл что-то важное но коснулся паузы и плеер продолжил с того места где остановился та фотография где он был весь закутан с зимним пальто в шарфе галошек и газами шерстяной шапки с огромным бомбоном на бабушке оказывается я просто не до конца докрутил послание вот неожиданная удача мелькнула даже игривая мысль что плеер сам придумал этот кекс секунду назад специально для меня поскольку подробная оказалась инструкция шарф и пальто у меня были навязанную шапку с огромным помпоном я точно знал где взять у сестры была именно такая прям точь-в-точь мне было только галош честно говоря я даже не представлял как выбили эти старинные штуки возможно автор все-таки не из молодых подумал я мельком а затем принял решение не надевать галоши совсем и без них мой наряд будет мягко говоря слишком экстравагантным спасибо хоть на том что никого врача в общем терять не было нечего раз плеер требует чтобы я оделся хипстером значит будет хипстер шарф и сейчас в моде а шапку с помпоном сниму вестибюля плеер теперь казался мне почти что разумным существом в бюро пропусков мне объяснили что на 28 этаж можно попасть лишь в сопровождении сотрудника я позвонил из вестибюля по внутреннему телефону сказал что приехал в формософт и мне назначена встреча меня попросили подождать вскоре появилась проводница я конечно предполагал что выйдет фотомодель с ногами от ушей но и представить себе не мог насколько она окажется красивой строго говоря фотомодель из Бернцевого журнала девушка и была не слишком высокая не слишком гутастая и без того бессмысленного выражения которое я привык видеть на обложках она была даже не на кудуках быть может для фотомоделя ее черты даже не очень не подходили кто знает вдруг у меня был чересчур массивный подбородок или застренный нос или ровно наоборот подбородок был чрезмерно тонкий а нос напротив полноват лично я не смог бы сказать об этом ничего потому что мой мозг отказывался воспринимать ее по частям для меня она была изумительно красива вся сразу во всем своем образе каждой своей чертой каждой с вкладкой одежды и даже небольшая папка в ее руке показалась неудивительно гармоничной красота была во всем что принадлежало ей в походке взгляде улыбке движение весны в укладке волос в деловом офисном костюме облегавшем ее фигуру я и не представлял что так бывает наверное это и была та самая любовь с первого взгляда и голос ее тоже оказался красивым кто формазал вы разумеется я душу потупился и на ее вопрос смог лишь выразительно кинуть так выразительно свой руки сделал головой глубокий поклон демонстрируя макушку поняв что стою в этой нелепой позе уже секунду я поднял голову и увидел ее расширенные глаза черт проклятая шапка с покончиком забыл ее снять я немедленно стернул с головы этот шеневр талантелейного искусства девушка застыла неподвижно с каким-то даже детским изумлением со сердца и мое лицо наверное никогда раньше не видела хипстера эх зря я послушал твоя сейчас погонят меня отсюда так это вы к нам снова повторила она с той смущенной интонацией с какой бы наверняка заговорил с ней я сам если бы менялись ролями и в моей обязанности входило встречать в вестибюре гостей офиса а тут внезапно по мне явилась божественная красота вот только я совершенно не понимал чем мог ей приглянуться ведь я точно не фотомодель зовите меня просто Игорь выдавил я но спутился своей развязности и поправился Игорь Красневский она почему-то солнечно улыбнулась отчего стала красивее раз в пять и записала мое имя в свою папку я окончательно растерялся ну конечно Игорь вы отлично говорите совсем без акцента она помедлила потом снова повторила Игорь хихикнула и протянула мне свою прокладную ладошку меня зовут Игорь пойдемте с вами вас милит директор российского филиала господин Добров участвуем с вами на месте меня директор это еще зачем передумать тут заведено чтобы начальство проверялось на вашу самому каждого нового сотрудника даже самого распоследнего тестера ничего себе порядочек пока мы шли по длиннющему коридору я терялся в дотрактах так и подмывал задать им несколько наводящих вопросов но от неловкости я даже рот не мог раскрыть а когда в левке нажимая на кнопку она случайно коснулась моего рукава чуть не провалился сквозь землю ну-ка ну черт я надела так дурацкие шапки идиотские пальто прикопли директора пока Инга проскользнула в кабинет я наконец смог скинуть свои нелепые одежды и кабинет прошел уже вполне нормальным человеком джентль джентль и джентль логовом настоящих профессионалов. Директор Говоров оказался молодым, навысокритым мужиком с суетливыми жестами, но громким, хорошо поставленным голосом. Он вышел меня встречать и даже гостеприимно развернул кресло. — Садитесь, пожалуйста. Чай, кофе? — Может быть, Любочку-коньячку с дороги? Говоров подбегнул мне и указал в отобе на сейф, но вдруг спохватился и поплетнел, не смея глянуть ни на меня, ни на бронированную лицу. Теперь я понял, что в кабинете прям чувствуется запах коньяка. Черт возьми, что здесь происходит? Они тут всех алкоголем угощают? Мне решить это не хотелось ни чаю, ни кофе, ни тем более коньяка. Кто я такой, чем заслужил право пить здесь чужие чаи? Но статья, прочитанная мною когда-то в фианцевом журнале, авторитетно уверяла, что предложение напитка — важный ритуал собеседования. И отказаться, значит, продемонстрировать свою сокрытость и некоммуникабельность. Ужасно хотелось включить наушники гермом, висевшие у меня на шее, и спросить совета, но никакого способа сделать это у меня сейчас не было. — Спасибо чаю, — выдавил я, — если вас не затруднит. Господин Говоров делал это щелкнул пальцами, и Инга тут же исчезла. «Знать бы заранее, что он так бесцеремонно погонит за чаем это божественное существо, предпочел бы каят из сейфа», — подумалось мне. Тем временем Говоров обратился ко мне с проникновенной речью об успехах компании, время от времени осведомляясь. — Я все понятно объясняю? Если что, могу повторить? — Нет-нет, все ясно. Будьте добры, продолжайте. — Так вот, как я уже сказал, наш филиал добился увеличения прибыли на 12,5% только в этом году. Количество скачиваний основных продуктов, к сожалению, пока не выросло, но мы надеемся, что рехватные компании, запущенные в прошлом месяце... Где-то на десятой минуте я немного отошел от первого шока и стал незаметно разглядывать кабинет. Модерновая обстановка и дизайнерская мере соседствовала здесь с красивыми картинами в стиле прошлого века и массивной питальницей с какой-то экзотической раковиной. Такой своего рода китч. Как с таким вкусом они дизайнят игрушки? Впрочем, не мне притиковать будущее начальство. Ребят поставить себе такую же пепельницу, поставлю их в центре рабочего стола. Я спохватился, сообразив, что мысленно принял себя на работу. Какая самонадеянность. Вот такие результаты наших трудов. По этой фразе я понял, что речь подошла к концу и можно чуть-чуть передохнуть. Я сейчас распоряжусь. Вам подготовят личный кабинет, и вы сможете приступить к работе. Здесь у вас будет все необходимое. Я ручаюсь. Индебидатор сделан, но если вдруг какие вопросы, не медленно обращайтесь ко мне. Для вас мои двери всегда открыты. Личный кабинет? Поверь, меня в шок. Не знаю, кому как, а мне рабочее место тестера представлялось совсем иначе. Например, у меня дома с отчетами по интернету. На худой конец, я полагал, это будет нечто вроде загончика, в огромной комнате, разделенной перегородкой. Чтобы все сидели на ряду друг у друга и начальство, ну, как в кино показывают, а здесь... Мне выделили красивое и просторное помещение, обставленное дорого и со вкусом. Не хуже, чем у директора Говорова, но без кичевых и теплёшек. Модерновый стол с маком последней модели, отдельный уголок для заседаний, с десятком стульев и проектором, шутка, неудобный на них диван и кулер, похожий на машину времени из старого фильма. Показав мне кабинет, Инга ушла. Оставшись один, я сутерожно схватился за наушники. Честно сказать, у меня даже ни одного вопроса к ним не было, одно недоумение и тревога. Вдруг книга сейчас объяснит мне, что я всё сделал неправильно. Или хотя бы расскажет, как поступить дальше. В этой коробке сидит демон, который рисует картинки, коротко передавал Ринцвинт. Делайте, что говорит этот псих, и он даст вам золото. Вот так. Гадальная книга велела меня прекратить панику и выполнить указания. Но чьи указания? Кого она назвала психоризующим картинки? Может, имелось в виду моё довольное начальство в корпорации, которая рисует игры? Или демон в коробке — это санплей с аудиокнигами? А может, псих — это я? И мне суетует больше прислушиваться к самому себе? Хотя нет. Было же сказано. Демон в коробке. Мои размышления прервал стул в дверь кабинета. Неожиданно булки и словно стучали по большому ящику, в котором я сидел. Там за дверью явно скопились люди. Я слышал их голоса, и по полу мне казалось, что пришло несколько человек, возможно, та же ценная толпа. Но их оказалось всего двое. Ведущий гейм-дизайнер, назвавшийся Виктором, и милая изящная девушка с кокетливым румянцем на счетах, которые едва успела представить своих именей. Больше она не смогла оставить ни слова. Виктор полностью завладел моим вниманием и говорил с эти сетерых. Я сразу понял, почему мне казалось, будто задвину их много. Он сам себе задавал вопросы, отвечал, загонял себя в угол аргументами и сам же виртуозно из них выкутывался. Наш проект «Коллекционная карточная игра с элементами ММО» получил гран-при на выставке «Идей игроников» в прошлом году. Оценки критиков великолепны. Но на этом все. Продажи не растут. При инвестрации буквально считанные сотни. Мы-то надеялись вскоре выходить продукт даже на мировой рынок, но пока что выбрали весь рекламный бюджет по России, а эффекта все равно нет. Вы спросите, почему? Да потому что игроков мало. Им не с кем сражаться, ведь игра с одними только ботами быстро надоедает. Им подавать живых противников. И как мы ни стараемся, не получается выправить ситуацию. Вот наш арт-либер Ирина, она, она, ооо, художник от Волга, нарисовала такие замечательные карточки, и все равно закачки стоят на месте. Да, мы отлично понимаем, что подобных игр сейчас много. Но у нас что? Особая игровая дыханика, такой ни у кого нет. Прекрасные арты, идеально продуманный сеттинг. Я даже не представляю, можно ли сочинить что-то более захватывающее. Виктор так искренне переживал за судьбу проекта и так убедительно жестикулировал, что походил и на психо, и на демо одновременно. Я молчал и внимательно слушал, пока он мне скажет что-нибудь сделать или предложит с улыбкой. Но он ничего от меня не требовал. Лишь продолжал рассказывать, повторяет все по кругу и снабжает все новыми подробностями. Наконец он иссяк. И я понял, что настала моя очередь что-то произнести. Ну что я мог сказать? Я же нанимался тестером, а не заместителем директора по развитию и креативным продюсерам. Вы хотите, чтобы я занялся этим вопросом? Аккуратно спросил я, ожидая, что он сейчас даст мне указание, а вы обещали золото в виде первого аванса. Но Виктор лишь помотал головой, а открыл рот, а Ирина его опередила. Нет, нет, что вы! Воскрикнула она, незаметно пихая Виктора локтем. Виктор вовсе не хочет, чтобы вы бросили свои дела из-за невиситой проблемой прямо сегодня. Просто сейчас у нас должна быть планерка, где мы собирались решать судьбу проекта. Виктор просто хотел ввести вас в курс проблемы. Мы подумали, что раз уж вы сегодня здесь, возможно, вам было бы интересно побывать на нашей планерке и, может быть, свежим взглядом. Да, в общем, она умолкла. Большое спасибо, все понятно, кивнул я на всякий случай. Планерка, так и планерка. Может, тогда сразу переместимся в сиреневую переговорку, оживился Виктор. Мне не осталось ничего другого, как последовать за ними. Сиреневая переговорка оказалась вовсе не сиреневой. Обычная белая комната с громадным овальным столом, в центре которого были непрежно свалены настольные микрофоны, а среди них светила зеленым огоньком небольшая веб-камера. Мне показалось, что она смотрит точно на меня, и я подумал, что наверняка большое начальство приглядывает за тем, что происходит на планерках. И лишь когда я заметил на стене здоровенную картину «Нутюрморт», где художник изобразил букет сиренев в вазе, стало понятно, почему переговорка называется «сиреневая». Интересно, а какие еще переговорки у них есть? Должно быть есть розовое или какая-нибудь богориточная лодка? Мне стало смешно. «Я не жду, вы хотите что-то нам сказать?» До начала, сдержанно поинтересовался Виктор. «Нет-нет, можно я до начала посижу в углу, как будто меня нет, и просто послушаю». Вырвалось у меня жалобно. Сказал и сам испугался своего слезливого тона. Но окружающие так весело засмеялись, словно это была очень удачная шутка. «Ну действительно, Виктор!» — раздался голос Инги. Я и не заметил, как она появилась. «Человек первый день у нас, пусть он просто послушает». Она проводила меня в дальний конец переговорки и села рядом. Народу пришло человек двенадцать. Инга шепотом представляла мне входящих. Я делал лично запоминаю, хотя тут же запутался в именах и должностях. Каждый из вошедших украдкой оглядывался до тех пор, пока не замечал меня. После чего садился на свое место. Собрание начала Инга. Она сообщила присутствующим, что у нас сегодня просто кивнула на меня и объявила мое имя украдкой глянув в свою папочку. Похоже, имена новичков тут запоминают не сразу. Затем она передала слово Виктору, и тут принялся повторять все то, чего я уже не слышал. Перспективная карточная игра, прекрасная идея, долевые продажи. Похоже, и все остальные. Это слышу не первый раз, потому что Виктор как бы снова говорил для меня. Ситуация с игрой была доунылого, ясной, но я понятия не имел, чем тут можно помочь. Когда Виктор закончил, все молчали. Тогда Инга, видимо, она была кем-то вроде местного организатора, предложила высказаться по часовой стрелке. Первый выступавший долго рассуждал о необходимости нового рекламного бюджета. Второй предложил провести фокус-группу, чтобы переделать дизайн и игровую механику. Третий заявил, что надо сменить название, сходу предложил устроить московую штурм. Теперь заговорили все хором. Каждый принялся предлагать название «Одно нелетели другого». Начался ожесточенный спор, и теперь все кричали одновременно забыв и про меня, и про очередность выступлений. Помимо Виктора, особенно шумел молодой человек, одетый в толстовку с изображением компьютерных внутренностей, отчего он сам казался говорящим компьютером. Видно, кто-то из программистов, но пользующийся уважением. Ему возражал толстяк в галстуке. Он поминутно вскакивал, словно воспарял над столом, театрально простирал руки на присутствующие и безумно усыпал названиями, которые больше годились, как короткий конфет, нежели две игры. Остальные тоже не молчали. Мозговой штурм продолжался долго, и со стороны выглядел совершенно бессмысленным занятием. Видимо, до спорщиков это тоже начало доходить. В очередной раз глянув на меня, Виктор спросил, «Мне-то у нашего гостя каких-то мыслей?» Все немедленно замолчали и уставились на меня. Я был готов провалиться сквозь землю. Они ждали мыслей, но у меня их не было совершенно ни одной. Для начала пришлось встать. «Может быть, — начал я, чтобы потянуть время, — некоторые из присутствующих схватили авторучки, словно приготовились поставить мне оценку. Это было невыносимо. Я вдруг с ужасом осознал, что меня пока никто не взял на работу, никакого договора со мной не подписали. А значит, они продолжают меня тестировать. И сейчас как раз наступил тот самый момент, когда они решают, гажусь я или нет. Но совершенно не знал, что им говорить. «Может быть, — повторил я безнадежно, — сделаем пятиминутный перерыв?» «Гениально!» — с чувством произнес Виктор. Все заметно расслабились и потянулись прочь из комнаты. Я вышел в коридор, поинтересовался, где туалет, зашел в кабинку, запер дверцу и только здесь, наконец, позволил себе нацепить на кого-то наушники. «Ну, книга!» — взмолился я. «Дай мне подсказку!» «Как назвать игру?» «Совершенно бесплатно!» Отчетливо произнес голос в окончании фразы. Я вздрогнул. А голос продолжал. «Полностью оснащен в соответствии с вашей спецификацией, которую вы заполнили на него перед отбытием земли. Преданный, надежный, безотказный спутник, разделит свои трудности и попринут удивительного, тяжелого, но дерзкого путешествия, на которое только способен отважиться человек. Впервые в истории обеспечить и далее в том же духе». Заканчивая юбрица, Джон Исидор подумал, «Они опаздывают, но он на работу. Оставалось совершенно неясно, что же за совет я получил. Ничего похожего на название игры не прозвучало. Какое-то путешествие. Зато услышан он был четкий намек, побыстрее вернуться к работе и не опоздать. Поколебавшись, я решил испытать судьбу снова. Выбрал другой файл и еще раз включил подсказку. «Дара!» — убежденно объявил чтец. Я снова вздрогнул и стал ожидать пояснений. Голос словно специально выдержал паузу и делами-то забубнил. «Да и для автомачки золото подходит лучше, чем любой другой металл». Кстати, я был почти уверен, что голова у работяги была битком набита золотом. Мне нужно было лишь найти себе работу и разузнать, что сделали в своих канутках под лестницей и моих коллеги, пока меня не было. И снова я не получил никакой новой информации. Работяги, золото. Но и здесь прозвучал тот же самый приказ. Вернуться к коллегам и к работе. Приказ был настолько недвусмысленный, что я не осмелился испытывать судьбу снова. Но с чем я к ним вернусь? Что я сейчас скажу? Ответа не было. Годальная книга заманила меня в капкан и теперь отказываюсь давать подсказку. Вернись, но к работе и думай с собственной головой. В полном унынии я вышел из кабинки и попрел в сиреневую переговорку. И вовремя все уже ждали меня. Что ж, продолжим, деловито сказал Виктор и повернулся ко мне. Какое-то название вам понравилось из того, что вы предлагали? Я молчал, михорадочно соображая, и все пытался вспомнить хоть одно из названий, но не помнил ни одного. Зато в голове прочно засели слова, услышанные из наушников. Совершенно бесплатно, вдруг процитировал я, стараясь повторить интонацию чтеца. Как? Растерянно переспросил Виктор. А даром? Ответил я второй цитатой. Все удивленно смотрели на меня, ожидая пояснений. Мне кажется, сказал я, лихорадочно перебирая в памяти все свои знания об играх, проблема в том, что неудачно экономическая модель. Это же массовый онлайн-проект, верно? Я бы не купил регистрацию в такой игре. Мне кажется, имеет смысл отменить подписку, сделать игру бесплатной, доскачивание и запустить рекламу по новой. Набрать базу игроков, а зарабатывать позже на дополнительных бонусах. Все смотрели на меня задумчиво. Оценок на листках не ставил никто. Генеально! Привычным тоном объявил Виктор. Модель критоплей. Только у нас это не сработает. Останемся без прибыли только и всего. Какие бонусы? Кто их купит? Ну, попробуем. Что еще делать? И все без команды поднялись и стали расходиться по делам. Собрание в сиреневой переговорке закончилось. Мне не осталось ничего другого, как отправиться к себе в кабинет. Мысли толкались в голове беспорядочно. Прошел ли я экзамен? Приняли меня на работу? Во сколько здесь вообще уходят домой? А что если правда игру сделают бесплатной? И вдруг безнадежно мечтательная. Эх, а вот бы подружиться с Ингой поближе. Я решительно атакнал эту мысль и натянул на голову плеер. Пусть подскажет, что мне делать дальше. Голос чтеца произнес самым невинным тоном. 10 марта 2039 года. Сегодня ужин на Цейлине. Приятный вечер. Потом старинный лунопарк, налагая людям. Поразвлекаясь на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное. Ну что? Никак не возьму в толк. Детская мода. Мальчик, переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа, на пятое вене, насыпая прохожих сладким дрожи. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Иди мне. Просто не верится. Я стянул наушники и задумался. Незнакомая мне книга удивительно точно комментировала всю ситуацию сегодняшнего дня. И даже отдельных персонажей летучки. С выводом я был тоже совершенно согласен. Идилия не верится. И люди прекрасные. А вот заветов не прозвучало. Предлагалось лишь порадоваться за неизвестного героя, который поушек он со своей еремидой провел вечер приятным. Часы в подставке для ручек на моем столе вдруг щелкнули и показали ровно восемнадцать назад. А следом в коридоре послышались голоса и бодрые шаги. Сотрудники прощались, расходясь по дорогам. Я решительно вышел из кабинета, разыскал имбу и, набравшись крабрости, аккуратно спросил, где она предпочитает ужинать после работы. С Колей мы сидели в уютном кафе в том же здании и весело болтали о фармасофте, о выграх. Похоже, ей со мной было несложно. Нет, не подумайте, это был просто дружеский ужин. Ничего личного. Может, в игровых конторах романы на работе вовсе запрещены? Особенно с помощницей директора. Или она просто-то с их восторгами секретаршем. Я удалился в туалет, чтобы спросить совета у наушников, но там, как назло, сел аккумулятор. Пришлось вернуться ни с чем. Я загадал так. Если Инга разрешит мне заплатить за нее, значит, я и не безразличен, и что-то личное возможно. Этот факт я тоже когда-то давно прочитал в журнальной инструкции. Выходит, у меня и догадательные книги, было бы что-то вроде советчиков. Но Инга замахала руками, вынула какую-то желтую карточку и объяснила, что всем сотрудникам здесь положены бесплатные ужины. Получилось, что заплатилась за меня она. Как это трактовать, я не понял, а у модели для сборки спрашивают было глупо. Неделя пролетела незаметно. Каждое утро я приезжал в офис, и начиналось круговерки обсуждения, планерки, беседы. Тестировать игры мне тоже давали, но чаще спрашивали совета. Инга держалась дружелюбно и явно была ко мне неравнодушна, но что-то мешало сблизить дистанцию. Постепенно все привыкли, что я ношу на шее большие наушники и надеваю их иногда даже в самые напряженные моменты. Вот до чего я обнаглел. На немой вопрос я объяснял, что релаксирующая музыка помогает мне сосредоточиться, и с тех пор мне уже не нужно было слушать предсказания, запершись в туалетной кабинке. Гадальная книга по-прежнему исправно давала советы, но теперь они были все менее конкретными. Последний четкий совет прозвучал, когда у нас возник спор с самим поваром. Он размахивал руками, дышал коньяком, я точно знал, что он неправ, но совершенно не представлял, как ему возразить. Тогда книга ответила классикой. Робот должен поминоваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречиваются первому закону. Я рассудил, что из всех законов первый – это привык для компании, и поступил по-своему. Но постарался отставить это максимально корректно, потому что следующий совет книги призывал быть мягче. «Помни, дитя, мы учимся не железной пляски Вестероса, пляски рыцаря, рубящими, молодящими. Нет, это будет танец Браоса, танец воды, быстрый и внезапный. Все люди созданы из воды, ты это знаешь?» Но все чаще мне приходилось мучительно додумывать, что же имелось в виду. Вот, например, книга сообщала мне. «Сгляни на эту игрушку», – сказал Форд Западу. Они стояли у звездного багги апельсинового цвета с черными солнцеломами по бокам. Собственно, звездными такие кораблики назывались по ошибке. Они могли лишь прыгать от планеты к планете, но в изящей стрелине им нельзя было отказать. Рядом с багги разместился лимузин длиной явно в 30. Создавая его, конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно уморить от зависти любого, кто только взглянет на его детище. «Как это понять?» Я размышлял над придовым предсказанием почти сутки. А затем вдруг сообразил, какая из фраз больше врезалась в память. Конструктор, казалось, преследовал одну цель – заочно, заочно. Это решало все мои застарелые проблемы. Я пошел и честно поговорил с деканом нашего факультета. Объяснил ему ситуацию, рассказал, про работу, он отнесся с пониманием и разрешил мне привестись на заводочное отделение. Я обложился учебниками, и в первый же вечер с удивлением понял, что после прекращения пустой студенческой болтовни, зевания и просиживания джинсов на дневных институтских скамейках, моя учеба стала в разы эффективнее. Или вот в пятницу, когда мы с Ингей пошли в парк, к нам подсел пьяный парень, потихоньку стал невнятно шипеть разные гадости про все молодые суки и поглядывать при этом на Ингу. В общем, мешал разговаривать и вообще нарывался. Вероятно, мне следовало хорошенько двигать ему в рыло, как учили поступать в таком случае все фильмы и книги. Нет, я совсем не мастер бокса, но этот дурак был в таком состоянии, что все равно ничем не смог он мне ответить. Я спросил у плеера, как мне быть, и получил ответ. Езон пожал плечами и погладил чешуйчатые чудовища. «Рогонос!» — сообщил механический голос. «Одежда и обувь не защищают. Убей его!» Послышался резкий платок, и запрограммированный на звук хвостового выстрела «Рогонос» упал на бок. На первый взгляд показалось, что плеер советует затеять драку в пятничном баре. Признаться, я надеялся, что он меня наоборот говорит об тибоши. Еще немного поразмыслив, я решил, что термин «рогонос» вероятно объясняет причины его сегодняшнего алкоголизма и ненависти в адрес женщин. А основная идея совета, вероятно, заключалась лишь в первой фразе. Я пожал плечами, похлопал чудовище по плечу и вежливо, дорешительно, отбуксировал рогоносца через весь зал в гардеробу. Он не сопротивлялся. Там я прислонил его к стенке, он тут же стал сползать на пол, но это была уже проблема гардеробщика с охранником. Больше мы сын этого господина не видели. В другой раз наушники выдали такое. «Видишь ли», — ответил Марвин, — «ты ведь яйцо Ганзера». «Это неизвестно», — сказал яйцо Ганзера. «Яйцо Ганзера, факт». «А что, теперь так ни стало ни с сего, это запрещается законом?» «Конечно нет», — ответил Марвин. «Но дело в том, что я как раз охочусь за яйцами Ганзера». Я как раз сидел на заседании директоров филиала «Розовые переговорки». Меня почему-то пригласили туда. Обсуждались стратегии развития игровых продуктов, от меня ждали совета, а тут вместо совета какое-то говорящее яйцо. Я мысленно крутил образы так и эдак, пока труд меня не осенило. Говорящее яйцо, металл про смартфона. Я тут же встал и предложил сделать обреченные версии для всех ведущих игрокорпораций в виде мобильных приложений. И эта идея была встречена овацией. Но все чаще плеер нес бред, который никак не поддавался осмыслению. И даже не всегда соответствовал логике русского языка. Боковые жвальца принялись пожору быть основанием черепа. Обествиженное тело сорасти уже не билось, а лишь подрагивало. Мешок мускулов и забитых помехами двигательных нервов. Вот как такое понимать? А время от времени гадальная книга принималась откровенно склядить меня. «Невежество!» — ищал он. «Жуков петрами в него не сыплют!» «Жуки сами падают в него с дивной избирательностью!» А иногда откровенно иронизировало над моей привычкой спрашивать советов. Как-то раз плеер с чувством произнес. Скоро фарфоровая головка жихря вся забилась чужими словами. Больше не лезла, и нужно было поскорее все забыть, чтобы дать простор собственному разумению. Но в любом случае, жизнь была ключом и обрела настоящий смысл. Единственное, что меня беспокоило, никакого договора со мной до сих пор не заключили. И ждать ли мне зарплату в конце месяца, пока не ясно. А спрашивают, почему бы я стеснялся? Наверное, от неловкости. Несмотря на то, что я питался в офисе, деньги, одолженные Максом, подходили к концу. Конечно, я спрашивал у плеера, чего мне ждать по окончании тестового месяца, если это был тестовый месяц. Но книга предсказания отвечала сумбурно. Открыл следующую карту. Сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был я. Я видел себя в зеркало, когда брился, и этот был тот самый парень за зеркалом. Зеленые глаза, черные волосы. И одет черный серебром, конечно же. На плечах плащ, чуть раздуваемый ветром. Черные высокие сапоги, как у Эрика. Клинок на боку только потяжелее, и не такой длинный, как у него. На руках перчатки, отливающие чешуйками серебра. Бряжка под горлом в виде серебряной розы. Я в корве. Я попробовал это осмыслить и так, и эдак. А затем просто купил на последний день и серебряные сережки для имени. И встретив ее утром в вестибюле, не стал тянуть, и вручил их прямо в лифте, где мы оказались вдвоем. И получил первый поцелуй. Жаркий и искренний, длиной 28 этажей. Мы договорились сегодня после работы, как следует отметить вторую неделю нашего знакомства. День в ожидании чудно тянулся бесконечно. Мелкие дела, просмотры тестирования игр, парсовещания, обед. После обеда должно было состояться большое собрание директоров. Ходили слухи, что какой-то важный чин должен приехать из европейского офиса. Но кто именно, никто пока не знал. Дело в том, что директором центрального подразделения «Формасофта» издавна славился привычкой являться в локальные филиалы без предупреждения. О том, что к нам кто-то едет, узнали только что и совершенно случайно. Через общий координационный центр из Европы свалился заказ водителям, обслуживающим «Формасофт» встретить кого-то важного в аэропорту и привезти сразу в офис. Когда я вошел в «Маргариточную переговорку», я уже понял по напряженным лицам, что кто-то приехал. Но все почему-то смотрели на меня. Я не сразу заметил иностранного гостя, но когда заметил, сердце мое забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. Это был сам Иштван Ормаш, главный разработчик движка игры «Невестные асы» и отец-основатель, собственно, всей корпорации «Формасофт». Я мог теперь покляться, что это точно он. Хотя гость был мало похож на свой улыбающийся образ со штурвалом на двухозастегнутом летном шлеме и авиационных очках. Этот здоровенный портрет в раме висел у нас прямо над ресепшеном на этаже. Ну, там «Формасофт» скорее напоминал Гагарина. В отличие от многих обитателей офиса, я еще ни разу не встречал его ни в жизни, ни на видеопереговорах. Меня ждал сюрприз. Я видел себя в зеркало, и это был тот самый парень за зеркалом. Видимо, Иштван только что вошел и не успел даже раздеться. А прилетел издалека. У нас с самого утра жарил настоящее весеннее солнце, даже в переговорке, а кто распахнута настишь. А на нем были черные высокие сапоги, плащ, на шее длинный шарф, а в руке он сжимал перчатки и... вязаную шапку с огромным хипстерским помпоном. Конечно, он был постарше меня, лет на восемь, как минимум, и чуть повыше ростом. У него были темнее волосы и гуще брови. Но в остальном... «И как это понимать?» Тихо спросил Говоров в наступившей тишине, переводя взгляд с меня на Иштвана. «Сососвальниц!» взвизгнул он неожиданно высоким голосом, нелепо пожатнулся и в воздухе почувился запах коньячного перегара. «Как это понимать?» «Овечай!» Я уже все понял. На что я мог ответить? Я лишь нацепил наушники и привычно нажал кнопку. Не знаю, какой рассказ моделинной сборки открылся и на каком месте, но голоса не было, лишь играла мягкая музыка. Я слушал ее секунду, две, три. А потом Говоров подскочил ко мне и сорвал наушники. «Вызывайте милицию, мошенник! Все вызывается!» «Отдайте наушники!» — сказал я твердо. «Наушники!» — издевательски переспросил Говоров. «Вон отсюда!» Он размахнулся и с яростью швырнул их в сторону окна. «Нет!» — заорал я, бросился вперед, шик Говорова, германул дальше. Но было поздно. Словно в замедленном повторе я увидел, как большие черные наушники, крутясь в воздухе, брякнулись на подоконник, подпрыгнули, перевернулись в воздухе, и снова брякнулись, но уже другим боком замерли, покачнулись и соскользнули вниз. Высунувшись по пояс, я видел, как они, кружась, будто кленовые семечка, падают в далекую-далекую бездну, пока не превратились в неразличевую точку. Меня бережно держали со всех сторон, словно боялись, что я выбракну следую. И в этот момент заговорил Иштван. На английском, русском он, конечно, не знал. Иштван говорил спокойно, доброжелательно, и даже слегка насмешно. Он рассказал, что уже две недели с любопытством наблюдается тем, что происходит в русском филиале, и с удивлением следит за результатами, которые, наконец, двинулись с места. Вдруг на пустом месте создал отдел разработки мобильных приложений. Карточная игра ММО за полтора недели собрала рекордные 170 тысяч игроков, а прибыль от такой ерунды, как покупка дополнительной минуты и бонусной премиальной карт, уже на сегодняшний день почти окупила разработку. И это стало той каплей, когда филиал корпорации, который до сих пор едва выходил в ноль, наконец-то стал приносить прибыль. Не буду вас грузить долгими подробностями. Скажу лишь, что Иштон Формаш оказался парнем приятным, нефлым и остроумным, ну прям как я. После недолгих разбирательств господин Гомор был уволен за неуполнение обязанностей и хронический алкоголизм. Повернувшись ко мне, Формаш все тем же спокойным тоном спросил, готов ли я занять его место... Место директора. Место директора филиала? Круги поплыли у меня под глазами. Что ему ответить? К сожалению, плеер больше не мог ничего подсказать. Я оглянулся по сторонам, заметил ободревшие спятынги, улыбку Виктора, все ждали ответа «Да». Но я собрался силами и произнес. «Извините, но я считаю, что пока не горжусь для этой важной должности. Я еще мало понимаю в бизнесе, и мне предстоит новому научиться». Сказал, и в первую секунду даже не поверил своим словам. «Что? Я впервые сам принял решение без подсказки наушников, просто так, сразу, не колеблись, взял и ответил?» Жаль, что Макс меня не слышит. Впрочем, если все так, как я думаю, то еще услышит и не раз. О, да. И, конечно же, я все испортил. Ну, кто же отказывается от такого предложения? Какой же я все-таки робкий дурак без правильных подсказок? Но ничто он улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Молодец», сказал он, удовлетворен, но словно только того и ждал. «Это была важная последняя проверка, и ты ее прошел». «Мои партнеры убеждали меня, что ты злоумышленник, обманом проникший в фирму, чтобы пробраться в руководство. Но теперь я убедился, ты честный, искренний и очень толковый парень. Разумеется, ты пока не готов занять пост директора, тебе предстоит многому учиться. Директора я назначаю Виктора. А тебя мы примем на работу обычным гейм-дизайнером, но с правом решающего голоса и с обязательным карьерным повышением, как только ты закончишь институт. Я правильно понимаю, что остался всего года? После совещания Инга призналась, что закрутить роман с формошем ей мешали самые разнообразные тараканы в голове. Она объясняла, я так и не понял, какие имена. Что-то там по поводу неуместного карьеризма, еще что лист, он женат. Но теперь, когда я оказался самозванцем. В общем, сейчас мы живем вместе и осенью планируем пожениться. Я сам в основном занят отделом мобильных приложений. Много проблем, много нюансов, много появляется идей. На день рождения Инга сделала мне подарок. Нашла и заказала ту самую модель наушников. Она думала меня обрадовать, но... Нет, я, конечно, ее поблагодарил, но зачем мне теперь эти наушники? Они будут у меня лежать, и я буду... Что? Думать о них? Оглядываться? Искать чужих советов про жизнь и работу? Нет. Я сказал Инге, что наушники меня отвлекают от любви к ней, и тайком передавил их максимум распечатывая. А модель для сборки я каждый день слушаю в своей машине, когда мы с Ингой едем на работу через долгие московские пробки. Рассказы помогают нам в жизни своими советами уже безо всяких подсказок. Ведь именно для этого и придумали когда-то музыкально-фантастическую радиопередачу. Делать людей лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова